Оказать помощь роботу и спасти жизнь астронавту. Это далеко не все задания, которые предложили выполнить перворайским школьникам. Для них организовали техноквест. Чтобы его пройти, нужно было применить не только полученные знания, но и определенную смекалку. Зарядку для ума проделали и наши корреспонденты. Чтобы этот робот проехал четко вдоль линии, остановился в указанном месте и подал звуковой сигнал. По окончании движения школьникам нужно написать для него программу. Справиться с такой задачей с первого раза нелегко. Приходится изменять настройки по несколько раз. На этап отведено всего 20 минут. Пока одни пытаются оживить робота, другие проводят химический эксперимент. У вас где-то ошибка. Вы правильно по формуле все делали? То есть, ну да. Вы забыли 0,11? Ничего. Создать лабиринт по определенным требованиям, сконструировать автомобиль с помощью лего и привести его в движение. Построить электрическую цепь и придумать устройство для астронавта, чтобы при падении он не разбился. Роль астронавта выполняла яйцо и нужно было придумать что-то такое, чтобы яйцо не разбилось. Из 11 команд только 3 не справились, остальные придумали разные технические решения. Это и подушка, это и парашют специальный из бумаги, но и средство было только бумага. За каждое выполненное задание команды получают определенные баллы. Пока жюри подсчитывает результаты, школьникам дают последнее задание – построить высокую башню из трех лесков бумаги. Считанные минуты и конструкции почти достигают потолка. Торжественное оглашение победителя техноквеста прерывает неожиданный гость. Ребята, он среди нас. Этот высокотехнологичный разум находится здесь. Они давно уже приземлились на нашу землю. Мы знаем о них много, и они уже здесь. Сегодня я прибыл к вам, чтобы познакомиться с будущими ученых, инженерами, которые помогут совершить человечеству большой зачет в будущее. Большое будущее за ребятами 21 лицея – так показывают результаты. Выиграв в техноквесте, помогли школьные знания, говорит капитан команды победителя. Для нас это было не слишком тяжело, потому что мы все-таки к этому готовимся. Ну как готовимся? Ну на уроках мы это все изучаем постоянно. И это было все время тяжело. А другим командам, возможно, они этого не изучают, и поэтому было сложно. Я думаю, те, кто ребята еще не участвовали и не знают ничего из этого, они приобрели большой опыт. Без наград не оставляют никого. Каждая команда становится победителем в определенной номинации. Например, шестиклассники из четвертой школы получают диплом самой сообразительной команды. Без особых сложностей они построили самую высокую башню, успешно прошли все этапы. Больше всего запомнился химический эксперимент. Нам надо было изготовить состав, это растворить соль в воде. То есть самое сложное было это найти элементы, которые были с Меделеевой, и посчитать необходимое. Ну остальное, ну кроме весов, конечно, не составило труда. По словам педагогов, с поставленными задачами справились все школьники. После квеста участники заполняют анкеты, из которых выясняется, самым сложным и одновременно интересным этапом стало оживление робота. Самым простым – создание электрической цепи. Основная цель, основная задача – это, во-первых, формирование инженерного мышления, создать условия для технического творчества, ну и, конечно же, знакомство, объединение детей нашего города. После мероприятия педагоги планируют проанализировать работу учащихся и разобрать со школьниками самые сложные задания. Поява Алиева, Денис Хромцов, Проника дня.